Всем привет и я полагаю это мой последний именно записанный ролик пока компания находится в раннем доступе Я смотрю уже в некоторых регионах появился открытый, то есть с мультиплеером и режимом спецопераций И самое время записать вторую серию Если вы оказались на этом ролике впервые, то загляните в подсказку вверху справа на экране Там будет находиться первая часть прохождения именно компаний МВ2 новой на 100% Ролик получился минут на 30 с небольшим, потому что многие достижения я, вообще все вернее достижения, по сути, я выбивал именно в лайв формате Этот ролик будет немного иной, потому что здесь я уже буду подробно рассказывать вам с уже показанным геймплеем, что нужно сделать И сейчас у вас появится вопрос, почему я показываю вам миссию отчет Дело в том, что для того, чтобы записать вторую серию, у меня ушло еще порядка 5 часов, потому что я перепрошел всю компанию полностью И как видите, команда Ghost у меня пройдена на реализме То есть последняя миссия, которая у меня осталась, это отчет по этому финал И чтобы вы понимали, сейчас в данный момент у меня 66% достижений И последняя, которая у меня осталась в компании, это победа над Гидрой Но ее я покажу, естественно, в лайве, потому что игра у меня крашнулась за 2 минуты до финала С вами Спектр, сегодня мы закончим прохождение кампании на 100% Я расскажу вам, каково это было, я расскажу вам о самых сложных ачивках, которые оставались и так далее и тому подобное Ребята, не забывайте про лайки, надеюсь, что мой такой полугайд Я всегда говорю, не пользуйтесь моими роликами в плане ачивок как гайдами, но люди все равно это делают Ладно, я не могу вам этого запретить делать А так или иначе, не забывайте про лайки Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, потому что мультиплеер выходит Тупо говорит, что завтра, потому что он уже наверняка вышел в день, когда этот видос вы увидите И, соответственно, спикопсы тоже выйдут, поэтому мы это все будем проходить естественно А сейчас я желаю вам приятного просмотра и давайте завершим цикл 100% прохождения Если местами вы будете слышать звуки из главного меню, то не пугайтесь Я просто отслеживаю, какие ачивки я выполнил и о которых должен рассказать вам Поэтому это будет тот же лайв-формат, то же самое лайв-комментирование Поэтому, да, вы просто будете видеть заранее заготовленный фон Потому что оставшиеся достижения, чтобы вы понимали, я выполнял на уровне сложности реализм И давайте начнем с достижения, вот прям по ходу событий, да? Итак, достижения называется «Там никого не было» Ни разу не поднять тревогу в операции разведка боем Чтобы вы понимали, разработчики красавцы Недавно у меня выходил видос, где я рассказывал вам, как спустя 10 лет Я выбил платину в Modern Warfare 3 оригинальный И дело в том, что в этом случае разработчики новой МВ-2 поступили с нами точно так же Сейчас я расскажу вам, что конкретно здесь нужно сделать Потому что это не значит, что вы должны пройти всю миссию в Гелике именно по стелсу Первые сегменты, когда вы убиваете снайперов и затем валяетесь в траве, это понятно На самом деле, здесь существует такой момент, что многие люди в комментариях пишут, что эти секции не нужны Вам нужны только две секции в этой миссии, которые вы должны пройти полностью по стелсу Первая секция, это когда вы будете расчищать основную базу, где нужно будет найти данные по грузу и открыть один контейнер И дело в том, что это место очень легко пройти полностью по стелсу Вам нужно единственное знать о калатах Калат, это когда вы одной пулей убиваете двух или более противников подряд Соответственно, в этой миссии условный open world есть Поэтому вы просто меняете позицию на ту, которую вам необходимо И делаете калат Если вдруг вы его не сделали и противник уже готов поднять тревогу Или уже поднял, перезагрузитесь с контрольной точки Ничего с ачивкой не случится То есть то же самое, мы просто стелсим с капитаном Прайсом И далее он говорит, что Гасты самый лучший солдат, с которым мне удалось служить Ну, что-то в этом роде, в общем, вы все увидите на футаже Далее Когда мы с вами будем зачищать основные базы Тут неважно Мы можем зачищать их как угодно Хотя в стелсе, я думаю, это не получится сделать Второй момент Вы должны пройти секцию с маяком Также полностью по стелсу То есть только две этих секции Ну ладно, в начале я все-таки не уверен за комментаторов Я стелсил Тоже стелсити Второй сегмент сложнее, потому что здесь ребята имеют броню и шлемаки Чтобы убить чела и не поднять тревогу Вам нужно сбить шлем Сто процентов Если вы его не сбиваете Перезапуститесь с контрольной точки Ситуация та же самая Вам нужно будет сделать один или два калата То есть вам, ну да, один раз точно придется встать в такую позицию Чтобы пробить шлем И чтобы эта же пуля пробила второй шлем Да, вот логика Call of Duty, она так работает Но так или иначе, Капитан Прайс всегда в аншоте цель И, как вы можете заметить Я вам сейчас, наверное, покажу этот кадр, да Я в самом конце чуть не поднял тревогу Потому что я не сбил одного чувака Но я быстро реабилитировался Оклемался Капитан Прайс меня отругал немного Но, тем не менее, ачивку мне выдали Именно, да, когда вы пройдете вторую секцию Ачивка будет ваша И там никого не было Будет выполнено Следующее достижение Мы идем прямо по ходу этого всего Оно называется Благородный вор Открыть три сейфа в компании Сейф один я видел во время своего оригинального прохождения Но знали вы или нет Два из них находятся в миссии Засопа Один находится в миссии Эльси Номбре Для того, чтобы открыть первый сейф Вам нужно зайти на второй этаж Это в Эльси Номбре, да, еще раз напомню И вам необходима комната Диего Когда вы в нее попадете Соу прям так и скажет Я нахожусь в комнате Диего За шкафчиком находится сейф Я не знаю, откуда ребята взяли коды Возможно, их можно как-то, я не знаю, откопать, отрыть Но это, в принципе, не имеет никакого значения И вот сейчас, с вашего позволения Я долистаю тут до одного момента Ага, вот этот видос Я вам сейчас расскажу о кодах Код в миссии Эльси Номбре 020219 Он всегда будет один и тот же Второй сейф находится в том моменте Когда вы в миссии Засопа С крафтом, миссия с крафтом там будет Вы колите адреналин И входите в какой-то бар В кафешку, в бар на втором этаже Там еще красное свечение будет Сразу идете влево И здесь вам понадобится одна монтировка Поэтому металл и что там еще Скотч, по-моему, да Оставьте Хотя бы один оставьте Сделайте монтировку и не тратьте ее Вот именно до этого момента Код у этого сейфа 101080 Он всегда будет один и тот же После того, как вы его откроете Сразу идите влево Ну, естественно, на экране вы увидите, да Куда я вас веду Поэтому не запутаетесь И третий сейф находится в гараже Его искать не нужно Тут все окей Код 376080 Я хрен его знать, что это за коды Но они всегда едины На этом спасибо После того, как вы вскроете это все Получите достижение Сразу говорю Награду вы, скорее всего, уже увидели Да, потому что я это пропустил Да, за открытие сейфов в этих миссиях Вы получаете награду Если честно, награда В миссии Засопа хреновая Потому что патроны вы хрен найдете К деглу с глушителем Так же, как и к арбалету Но в миссии с Альсиномбре Вам, в принципе, поможет Двустволка с глушителем Поэтому, да Я думаю, это клево В принципе, на этом все Так, идем дальше Какие ачивки я вам не показал А, высший бал Поразить все мишени На учебном полигоне В команде Гоуста Говорю сразу Я не покажу вам сейчас нормальный футаж С выполнением этого всего Потому что я каждый раз Ставил игру на паузу Это происходит во время боссфайта С Грейвсом Поэтому сразу ставьте Уровень сложности новобранец Это, кстати, единственная ачивка В этом видосе Которую я выполнил до Начала Компании на реализме Я слишком зассал Извините Реализм это Но я расскажу вам, что это такое Так вот 33 мишени на полигоне Я рекомендую открыть видос Пауэр Пайкса Я на этот канал подписан Уже лет 9 Оставлю ссылку в описании На его гайд Да По его гайду Я буквально смотрел Каждые 3 мишени И затем, соответственно, уничтожал Произошла проблема в том Что я уничтожил 32 в конце И последнюю искал уже самостоятельно Но, слава богу, она запряталась От меня недалеко Поэтому Да А еще, кстати, проблема этой ачивки В том, что мишени иногда встают То есть, если вы где-то облажались Вам придется заново стрелять До тех пор, пока не найдете нужную Но поверьте На новобранца Она не такая уж и сложная Хотя танк, конечно, порой мешается В один прекрасный момент Он наездится И вам И ему Вернее, вам И ему просто надоест, короче, ребят Окей Идем дальше Теперь к тем ачивкам Которые я выполнял уже на реализме Времени в обрез Завершить эпизод с камерами Наблюдения за 4 минуты Опять то же самое Сейчас расскажу небольшой трюк Может быть, вы о нем не знали Если будете выбивать все ачивки Когда вы ставите игру на паузу То есть, прям на Escape Да Не сворачиваете А именно Escape Когда нажимаете Ну или там на консоли Если Start Или что там Select Я не знаю, честно говоря Таймер тоже останавливается И когда вы перезагружаетесь С контрольной точки Секундомер отправляется На то же самое время Которое было На момент получения контрольной точки То есть, вы прошли до 35 секунды Откатитесь на контрольную точку И секундомер снова где-нибудь на 25 Ну, то есть, вот так Опять же Оставлю гайд Только в этот раз Не на канале PowerPikes А на канале Maca91 Это тоже один из каналов С ачивками Которые я одобряю Он прошел эту миссию За 3 с небольшим минуты Кто-то написал Так вот За 3 с небольшим минуты Правда, там у него был трюк Такой интересный С мужиком С Shadow Company И третьей машиной Короче, суть в чем Делайте, как я От камеры к камере Вы смотрите Когда пройдут все действия на камере Когда Maca91 ее меняет Вы ставите игру на Escape Прямо сразу же Проводите своего Гоуста Если вы не уверены, что сделали это быстро Откатитесь к контрольной точке Снова ставите Escape Включаете канал Maca91 Его гайд И смотрите, как он ведет Гоуста До следующей точки Если вы облажались Ничего страшного Вы просто Перезапускайтесь с КТ Снова смотрите Как проходит Maca91 Да, на всякий случай И все Таким образом Вы его ведете Не переживайте вообще Тут реально пройти все За 4 минуты с паузами Главное не торопитесь Вот, знаете, тупой совет Да, но реально не торопитесь Вам хватит времени Просто делайте так Как показано в гайде И все И еще одно достижение Последнее, да, получается Которое я не упомянул Это запасливый тип Я выполнил его на рандоме Чтобы вы понимали Есть полноценный гайд Как его выполнить В самой первой секции Нам нужна эта же миссия Побег из тюрьмы И здесь нужно сделать следующее Убить отравленных Или ослепленных врагов То есть сначала Вы берете газовую гранату Или светошумовую И кидаете ее под врага Но нужно добить противника Тремя способами Коктейль молотова С Семтаксом И осколочной гранатой Это все делается В миссии Побег из тюрьмы Потому что Там все гранаты присутствуют Плюсом, ребят Если у вас не получилось Это сделать в самой первой секции Посреди уровня Будет три места Где гранаты Пополнятся полностью Самое главное Не делайте как я Не проходите на реализме Потому что вы покажете Хреновый футаж Ну ладно Ладно Я уже что-то для видоса Это делал Сначала Я рекомендую Выполнить С коктейль молотова Она самая легкая Потом Семтакс Есть например Фрагмент с полицейским щитом С чуваком с полицейским щитом То есть вы его Газите Газите Или слепите И прикрепляйте Семтакс Он гарантированно сдохнет Проблема в том Что если вы будете Затягивать это достижение То появятся ребята Из Shadow Company А они если что В броне Поэтому соответственно С одной гранаты Вы его не убьете Я выполнил Слушайте Я не помню Что конкретно Я не использовал По-моему Семтакс Вы сейчас увидите Как раз этот кадр Когда я выполнил очивку То есть я кидаю газ И использую последнюю грену И мне дают это достижение Оно несложное Но лучше все сделайте В первой секции Это когда вы Идете к Алехандро Который еще находится В Тюряге Ну и соответственно Вас просят Идти вперед А вы соответственно Не тормозите И на новобранце Это все выполняете Окей Сейчас такое дело Что я рассказал вам О всех достижениях Которые у меня остались С первого выпуска Но есть еще одно И перед тем Как я его получу И получу Полное прохождение Компании на 100% Заметьте Я не говорю Что получу платину В этой Call of Duty Платина получится Только благодаря Спецоперациям А они еще у меня не вышли Сейчас я постараюсь Рассказать вам Как я проходил Всю компанию На Не на ветеране На реализме И расскажу вам Почему это один Из самых худших Уровней сложности Которые есть В серии Call of Duty Вообще Эм Давайте кратко Давайте вообще сделаем так Хотите я сделаю Целый видос Посвященный Уровню сложности Реализм в этой колде Расскажу Почему он очень хреновый И там Знаете Не будет ныть Из разряда Вот в World at War И вас гранатами Да закидывали Вот вам надоедал Постоянно Хрень Это все полная Потому что Здесь искусственный интеллект Хреначит Че я вообще распинаюсь Да Посмотрите Вот этот кадр Я его сейчас ставлю Это третья миссия была Третья Из 17 Ну Первая это Пролог Там вообще стрелять не надо Это вторая миссия в игре Когда вы прыгаете Противник сразу Вешает вам хедшот Примерно так Я проходил всю игру На реализме Я не знаю Как-то вкратце вам Об этом рассказать Или нет Отличие ветерана От реализма В том что Здесь вы не видите Подсвеченных тиммейтов То есть вы можете По ним попасть У вас нет индикатора Гранат То есть если под вас Кинут гранату Вы это не заметили Все Это рип И говорят у вас Урезан немного интерфейс Но патроны И гранаты Все равно показываются Если вы перезаряжаете оружие Поэтому о чем тут Еще говорят Я не знаю Цели кстати тоже Помечаются если что То есть вы просто Не видите тиммейтов И не видите Гранат противника Окей А также вы не видите Оружие под ногами То есть Вы должны Прям подойти И уже нажать F То есть надписи Никакой не будет И дело в том что Миссии типа Как на ИС-130 Они были очень легкие Миссии например Со стелсом Типа вот Эль Синомбре Да Это вообще легкотня Я на них отдыхал Но ближе к концу Все становится очень плохо И сейчас у вас наверное Появится вопрос Какая была самая худшая Миссия в этой колде На реализме Я даю вам 5 секунд подумать И сейчас вы такие наверное Команда Гоуста Потому что там очень много Shadow Company И вертолет Мне один человек Помню писал Я смотрел одного стримера Он на ветеране Короче команду Гоуста 40 минут проходил Потому что его постоянно гасили Хреново Этот стример проходил Как-то Потому что Он полный нубас Самая сложная миссия На реализме Это разведка боем Сейчас вы такие ржать Да начали Типа Серега Это же миссия Полностью в стелсе Проходится Ха хрен Я прямо сейчас Фак показываю Разработчику этой миссии Потому что Момент Когда вам нужно зачистить Последние здания В которых находится Противник и разведданные Притом по две стороны То есть и маяк И Как ее Предприятие Вот это в общем Вы поняли да Это придумал садист Потому что Вас убивают Как только заметят Лоб Гаса И если даже вы Выведите ребят на улицу Капитан Прайс Будет стрелять очень медленно А еще там нужно Бронированный солдат Shadow Company гасить Ой тфу Этих Алькаталов Прошу прощения Я уж в сюжете запутался Этой колды И Самое хреновое Это последнее здание Где у вас есть С4 Капитану Прайсу Я никак уже не вывел Ребят Потому что у меня газовые Гранаты кончились С помощью С4 И подручных средств Я буквально Сам Пушил Последнее Последнее вот это здание Да Я правда расстреливал всех врагов Сам И там были бронированные ребята Самое смешное Что Если вы зачистите первое здание Это в первой секции Потом пойдут бронированные ребята Из Алькаталы И вы сдохнете на этом моменте Вам придется заново Чистить первое здание Это реализм Ребята Это реализм Да Вот так он работает Кстати Вспомнил На реализм еще контрольные точки Выдаются Но вам об этом Не дают оповещения Вот То есть все строится На полном рандоме И то есть Я могу да Я могу поподробнее Рассказать об этом уровне сложности Потому что Тут есть много миссий Которые Прям требуют внимания Отдельного То есть вы сейчас наверное подумаете Что Ну просто мясо Нет В каждой миссии Есть своя особенность Исключая стелс всякий И прямо сейчас От последней ачивки Победа над гидрой Меня отделяет Последний сегмент В этой колде И мы пройдем компанию На 100% Давайте Теперь мы вернемся К оригинальному футажу Потому что Я продолжаю игру Надеюсь она у меня Не крашнется И прямо при вас Сейчас Я получу Соответствующую А Платину хотел сказать Соответствующую ачивку Ну и Услышимся Вот буквально Через одну склейку Кстати Проблема Этой колды И реализма в частности Еще в том Что игра у меня Крашилась Три раза Три раза Ребят И чтобы перезапустить игру Мне надо было ее перезапускать Еще два раза Минимум То есть вот такие дела Вот настолько эта колда Нас любит Вот настолько эта колда У нас интересная Когда у тебя жопа горит С реализма Она как говорится Еще Добавляет тебе Газку маленько Ладно Кидаем мину И ждем Ну давай ты уже Все Хорошо Сейчас главное Не откатиться Найс Заточка Заточки у меня нет Мне нужно стекло Сейчас сделаем Блин Как же игра лагает Каждый раз Когда ты ее перезапускаешь Этот кусок дерьма лагает Он прогружается настолько Что Это просто ужас Иди сюда урод Молодец Все Все Гасим И активируем финальную катсцену Кстати Чтобы вы понимали Да еще раз Напомню Вот уровень Сошься реализм Все Сейчас Гасан придет Угу Я просто не могу поверить Что по сути Один выстрел Гоуста Отделяет сейчас меня От прохождения Этой игры на 100% Я кстати Сразу вам отвечу на вопрос Что вы получаете За прохождение Именно сюжетки на 100% Доп-реплики Вы получаете доп-контент Но это естественно Да Потому что многие могли Пропустить Типа сейфы Или еще что-то Вы получаете уникальные Уникальное оружие Вы получаете уникальные реплики Я уже это упоминал Да Уникальные реплики Вы получаете нашивки То есть в стиме Или в батлнете Смотря где у вас колда На консоли И так далее Именно про сюжетку Я сейчас говорю Слушайте Ну и наверное все Потому что Игра пока в релиз не вышла Если она выйдет в релиз И за ачивки Что-то выдадут Типа визитку Эмблемку Или еще что-то Я напишу Ну да Закрепленный комментарий Оставлю Мы вторгаемся Теперь мы идем за Гоуста И Сейчас Все готов Я прям перевел дыхание И сейчас Нас отделяет Один выстрел Бэм Что? Что? Ооо А я думал А я думал Это конец Короче Всё Ачивку пока не дали, судя по всему Надо дождаться, когда эта сцена пройдёт, да? Эээ, молодец, гост, молодец Всё, терпим, ребят Получено достижение Стоп, теперь можно и в бар Эээ, подожди, так она у меня есть А можно мне победу над Гидрой? Эээ, погоди, это что за обман? Так, ребят, погодите секундочку А, наверное, её выдают за то, что ты просто прошёл миссию Но тут ещё, да, эпилог надо посмотреть Потому что операция, видите, всё ещё отчёт называется Окей, я подожду, мы люди не гордые Хм Знаете, если... Знаете, если у этих трогландитов что-то багануло Я всё равно ведь выложу этот видос Охренеть Вы... ну вы это видели, да? Окей, ладно, кто не видел, сейчас покажу 76% достижений Офигеть Так, теперь ещё раз, вы можете посмотреть Так, сейчас я проверю Да, все эмблемки Давайте глянем Опа, 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 опа Всё, вот это я выполнил Кстати, да, часть ачивок, если что, выполняется и в спецоперациях Но, как вы понимаете, в компании это проще сделать Вот она, победа над Гидрой Завершить все операции компаний На ветеране или реализме Я, кстати, думал, дадут какую-то секретную ачивку за реализм Возможно, в мультиплеере, кстати, что-то выдадут Потому что я помню, когда на реализме проходил МВ-19 Там вроде эту, визиточку, что ли, давали Так, и теперь Вот всё, что вы видите Это 6 пикопсов Это всё, что нужно сделать в этом режиме То есть Серая мышь Операция Запретная зона Операция Защитник Горазая Дальше серая мышь Не поднять тревогу Минимум по одной звезде набрать И 20 фрагментов разведданных Это всё мы сделаем уже потом Что я вам могу сказать По поводу этого всего Это было крайне Сложно Это было крайне сложно Из-за реализма Только На самом деле, если бы я выбрал ветеран Мне не было бы проще То есть Индикаторы это фигня Потому что Урон именно наносимый врагами И тактики прохождения Между реализмом и ветераном Никак не различаются И С учётом того, что Дай бог Они какую-то визиточку Вам ещё дадут Да, в мультиплеере Уже будет хоть что-то То есть ради этого Вам только стоит потеть Но это не платина Платину я смогу выбить Только уже на следующий день От момента записи ролика Когда выйдет уже игра В полный релиз Поэтому ожидайте, ребят Прохождение спикопсов На три звезды И, соответственно Всякое остальное С вами был Спектр Спасибо, что досмотрели Данный видеоролик до конца Играйте в хорошие игры Играйте с хорошими модами Если Оба моих ролика Вам как-то В плане гайда Залетели, да То напишите в комментариях Мне будет интересно И всё Ожидайте Скоро так с вами Платину и закроем А я пойду отдохну От этой колды И услышимся мы с вами Уже завтра Всем удачи Не болейте И пока Пока-пока Плейлист внизу Слева на экране Кстати